Осень для всех аграриях, в том числе и для садоводов, это жаркое время. Выращенный с большим напряжением сил урожай нужно своевременно убрать. Поэтому в саду общества с ограниченной ответственностью фруктовое поле работают не покладая рук. Наша съемочная группа побывала там, где выращиваются замечательные яблоки. Развитие садоводства в настоящее время одно из стратегических направлений Кубанского агропромышленного комплекса. Перед садоводами Кубани стоит амбициозная, но решаемая задача – обеспечить в перспективе всю страну вкусными и полезными кубанскими фруктами и ягодами. Краснодарский край является лидером России в отрасли садоводства. Промышленным производством плодов на территории края занимаются как крупные, так и средние хозяйства. Свой весомый вклад в развитие вносит и Славянский район. На 68 гектарах размещаются яблони в обществе «Фруктовое поле». Есть еще черешни, персики, сливы. В хозяйстве первостепенное значение придают качеству получаемых плодов. А для того, чтобы добиться этого, нужно тщательно выполнить все необходимые агротехнические мероприятия. Мелочей здесь нет. В Брестском мы регулируем уже урожайность, размер плода, краска плода будет зависеть от этих моментов, которые мы произведем зимой. Дальше это подкормки, принесение удобрений, защита, полив и все другие уходные работы, включая прореживание урожая, чтобы плоды были равномерные, чтобы нам достичь равномерного урожая каждый год. Поэтому каждый сотрудник нашего предприятия трудится на протяжении всего года, чтобы получить и донести этот продукт качественным до потребителя. Надо видеть, как аккуратно и бережно собирают яблони работники. Они понимают, что урожай, на который они работали целый год, нужно убрать так, чтобы он дошел до покупателей без малейших повреждений. Каждый человек, работая в этом предприятии, заинтересован, чтобы наша организация, наш маленький коллектив вырастил эти плоды в качественном и собрал, что немаловажно, качественно, чтобы он не был битый, травмированный плод. Потому что потом этому плоду еще надо какое-то время похорониться в хранилище в холодильниках и потом будет продаваться. Каждый, занятый в производстве, а это работники сада, обрезчики, механизаторы, знает, что от конечного результата зависит его заработок и материальное благополучие. В нынешнем году пришлось особенно постараться, чтобы добиться приличного результата. Природа преподнесла, к сожалению, свои неприятные сюрпризы. Из-за заморозков не было черешни, невысок урожай персиков, да и на сливах и яблонях это сказалось, конечно. И все же удалось сделать все возможное, чтобы выращенное позволило решить текущие проблемы. Природные условия нас, конечно, в этом году подвели, но мы смогли нашим коллективам что-то получить. С поливом у нас все хорошо. Мы смогли дереву дать достаточное количество влаги, достаточное количество питания. И тот оставшийся урожай после заморозков, который есть, мы смогли вырастить более крупными, что, конечно, сказалось на массе плода и на общем количестве плодов, собранных организацией. В будущее в хозяйстве смотрят с оптимизмом. Здесь построен современный холодильник, что дает возможность хранить плоды и реализовать их в лучшее время по хорошей цене. В планах обновления посадок яблони персиков. Саженцы используются самые лучшие с тем, чтобы их отдача была максимальной. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».